Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы сами читаете, наверное, из-за интернета и все остальное Когда поливают грязью в суде, обвиняют в том, чего нет Обвиняют не в профессионализме, не в знании судейских правил и все остальное Вы знаете, я не могу залезть, так сказать, в голову господина Шишканова, чем он это мотивировал Я считаю, что игру «Милсамидача» я отсудил на том уровне, на котором я сейчас нахожусь Что вы будете делать в дальнейшем? Вы будете судиться нормально? Я выхожу из... это мое личное решение Я выхожу из чемпионата Больше не будете судиться? Нет, я честно вам скажу, что переживаю за здоровье своих близких Жены, детей Поэтому я принял такое решение Это окончательное решение? Решение окончательное и бесповоротное Вы увидели это смс, когда я ехал в нем в студии Почему вы тоже были дома и не уйдете? Ну, смс-ка была прислана моему другу Все знают, что Влад Иванченко является моим другом, другом моей семьи Мы вместе с ним с детства играли в футбол В школе футбола в одном городе И по жизни мы идем вместе Значит, корень этой смс-ки Это исходит после игры «Милсами дачи» Когда я являюсь, я официально заявляю, об этом знают все Я являюсь зампредседателем Бельской коллегии арбитров И когда бельские ребята получили назначение на эту игру По поручению председателя коллегии, господина Уланова И о том, что вообще это нормальный принцип, когда есть друзья, когда коллеги друг друга поддерживают В перерыве матча я зашел в судейскую раздевалку В присутствии господина Полонкоева, менеджера футбольного клуба «Дача» Я ничего не скрывал Я просто на все своим профессиональным состральным взглядом Ребятам показал, на какие моменты, на какие аспекты нужно уделить внимание Чтобы игру провести в соответствии с правилами, то есть с духами игры Чтобы ребята не допустили ошибки Потому что сейчас, на данный момент, каждое наше движение, каждое наше решение на футбольном поле Буквально под лупой микроскопа рассматривают И сразу выискивают, даже любой фактор человеческой ошибки Сразу воспринимают предвзятость И сейчас, если вы все, наверное, видели в интернет-сайтах выступление господина Шишханова о том, что он, ну, он, честно говоря, он обманывает людей о том, что Сиденко зашел к Иванченко И показывал ему, указывал, как назначать пенальти против дачи Такого в жизни не было И господин Полонкоев это знает Он снимал нас на мобильный телефон У них есть запись этого разговора даже Потому что они угрожали, они шантажировали Федерацию футбола о том, что Какое примет решение Павел Георгиевич Ибанов А у нас есть видео Я приехал в Федерацию, я объяснил ситуацию, что ничего плохого, ничего предрассудительного я не говорил И вот сейчас, в преддверии этих игр, когда мы получили назначение Эти назначения действительно очень ответственны Зимбру, Шериф и Рапи, Дача, это на данный момент от результатов этих игр зависела турнирная таблица Понимаете, распределение мест И когда мы едем на такую игру и приходит такая СМС Ну, вы все можете представить, что было в голове у моего друга Что было происходило в голове у меня Вы только на секунду себе представьте Вот сейчас игры прошли Зимбру выиграл у Шерифа 1-0 Но в игре было 3 момента, когда Шериф 2 раза попал в перекладину, 1-1 в штангу Мог забить Шериф Мог забить Шериф и выиграть эту игру И вот закончилась игра Дача, Рапи, Дача, 0-0 Что было бы мы с моим другом? Что было бы с его семьей? Кому бы мы доказали, что мы судили честно? Как это? Я не знаю Я однозначно на данный момент Я в поддержку не то, что своего другом Я уже ставил Федерацию в известность о том, что мне звонили С футбольного клуба Зимбру и мне угрожали Мне угрожали о том, что физическая расправа Кто именно? А вот я не могу этого сказать, потому что телефон-то Как я могу кто именно сказать? Звонят телефон и говорят за то, что я зашел в судейскую Вы понимаете? Переначали ситуацию о том, что Происходит произвол судейский А люди не просто не могут подумать, что это Просто дружеский фактор Кто-то что-то как-то Кто-то разыгрывает свои комбинации А виноваты всегда судьи Но мы, наверное, люди Мы же не звери, что нас загоняли в клетку Мы же не звери, что нас Вы откройте интернет-сайт А на нас поток, поток грязи Поток клеветы Клеветы Оговоров Я не говорю, что мы ангелами Мы ошибаемся Но нельзя каждый раз Тем более Я нет Я однозначно судить до конца сезона я не буду Я поставлю в известность федерацию Я сейчас это официально заявляю Под таким прессом судить О том, что я выезжая на игру Звоню своей дочери Звоню своей жене Говорю, ни в коем случае не выходить с квартиры Не выходить на улицу Мы что, живем в джунглях Или мы живем в цивилизованном мире Что происходит? Как? И еще, вот прокомментируйте Что сказалось Остап Ну я же не знаю, что сказал Остап Он сказал, что возвращаются 90-е То есть я это чувствую И господин Таргиро сказал, что возвращаются В лихие 90-е Но вы поймите, что Здесь ситуация немножко Немножко разная Лихие 90-е Здесь все были люди Здесь все местные Все решалось на местном уровне А сейчас, когда Я просто сейчас боюсь называть фамилии Потому что этот человек очень боится Произносить Что сейчас, не знаю Но он сказал, что для одного господина Сейчас сжечь семью Сжечь человека Ничего не стоит И это в преддверии игр Мне сказали буквально два дня назад Это Шишканов имеется? Нет, это сказал другой человек Но может быть на него А может быть на другого А кого ты из них? Я не знаю Я не знаю Но произнесли Мне и в 90-х годах Такой никто не мог произнести Что тебя зажгут Я понимаю В лихих 90-х Мы могли бы угрожать Мы тебя побьем Мы тебя Там Поломаем руки-ноги Ну сжечь Люди боятся Я сейчас звоню Спрашивал Ты подтвердишь эти слова Что тебе говорил Что для этого человека Ничего не стоит Он говорит Я подумаю Я боюсь Я переживаю Что будет? Что будет с ним? Я не знаю Сейчас конечно Федерация Наверное что-то предпримет Потому что нас созывали Мы встречались С представителями МВД Сейчас Будут идти Наверное разбирательства Но я хочу Официально заявляю Хочу чтобы люди знали Что то что пишется На сайтах МОЛОД ФОТБОЛ Даже иногда на Спортс МД 80% лжи И оговора Правды там минимум Правды там минимум И еще хочу сказать Просто на все На данный момент Хоть судьи мы и ошибаемся Но мы намного порядочнее Честнее чем они Предлагают Желают Хотят они А мы отказываемся Вот поэтому Кого-то это и бесит Кого-то это и бесит Что мы отказываемся Мы не хотим связываться С криминалом Мы не хотим связываться Честь и имя дороже Я еще раз говорю Это не надо снимать Что это даст Вот пожалуйста Хотя в принципе Влад А что нет Пожалуйста Вот номер Ночи с 8 Его нет Уже не существует Это номер Ночи с 8 Туда спать бы должен Окей Переслать надо Переслать И там было Продолжение Все Все Спасибо Спасибо Что так тоже Хорошо Ну и в общем Сегодня будет 9 Завтра В общем Верно Действующим Арбитрами Неследнего класса То что мы выходим Из чемпионата Наверное Для многих Это послужит Наверное Каким-то знаком Знаком О том Что происходит Вот так Вот Ну Путер Ну Путер Ну Путер 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 Продолжение следует...